Итак, друзья, мы снова, это будет вторая серия фильма про том, как на просторах России И живут, процветают потомки моих косточек, семечек, черенков и саженцев от Железова Сергея, питомника года, моего сына Вот, и я опять показываю вначале вот эту картинку, да, почему? Значит, никогда, кто меня знает, мне язык не порос, я сестился говорить Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, вот, и чего я добился своей скромностью Как было несколько лет назад 9000 подписчиков, так сейчас 9000 чуть больше Что мне делать, что мне делать, что мне делать Ну вот, буду хотя бы вот так показывать А теперь, следующая серия Итак, мы по просторам России находим мои уникальные вещи, которые стали еще во многих случаях уникальнее Когда-то вся российская наука получит команду ПАС То есть, прекратить работу с всевозможными этими самыми бесконечным пересивом семечек, косточек Хватит нам этих десятков тысяч сортов абрикосов, слив, яблок, груш, персиков, черешин Задача или сохранить, или улучшить Для этого первый момент, это главные прививки И, как дополнение, заниматься, да, посадкой сеянцев Корни собственных, не прививать Но из лучших, из лучших И вот они, то что, понимаете, я вынужден чуть-чуть отклониться Значит, берется один сорт, полукультурный, очень морозостойкий Второй сорт, роскошный, как правило, южный Давай скрестим, нам нужно, чтобы, как в эти самые пазлы совпало Морозостойкость от одного к дитю перешла А роскошное качество от другого И, как правило, это кончается, знаете как Сейчас я не буду показывать Я уже один раз показал, уже жалею Мне жалко ученых этих Вот, Уральский институт 30 лет работал над выведением нового сорта сливы Посмотрел ли на эту сливу Вот И вспомнил анекдот Знаете, как анекдот звучит? Вот так Посмотрела бабушка порнофильм и воскликнула Жизнь прожита заря Я к чему говорю Посмотрели бы они, 30 лет работая над новым сортом сливов Что такие же точно, ничем не лучше Нет, не так Ничем не хуже или лучше сорта слив Уже есть в десятках, сотнях садов И вся их работа Это просто дублирование той работы, что провели мы, любители Потому что нас в тысячи раз больше Возможности садов институтских мизерны Вот И команда ПАС должна означать так Хватит 30 лет выращивать то, что уже есть в садах Если не такое, то лучше такого И ищите, ищите К экспедиции На Дальний Восток На Сахалин Там железовские растут Калининград Даже в самой Москве есть Хватит, ребята, хватит Займитесь настоящей работой И когда вы обнаружите деревья плодносящие С сортами и с плодами, которые вы, ученые, никогда не видели Не слышали даже о них Я вынужден разговариваться Есть такое, Дускобилов Турсун Пулот Он мой друг Последняя должность была Заведующая лабораторией Абаканского института Ограрный программ Вполне официальное лицо И это официальное лицо привозит ко мне Молодого ученого Кажется То ли аспиранта, то ли Может уже кандидата наук В общем Как раз поспели Уже не было абрикосов Поспели яблоди груши И он все время говорил Давайте груши Мы обошли 15 сортов примерно груш Груши лучше не бывает даже в Италии Даже в Испании Даже в Египте не бывает лучше Ну так уж сложилось Вот Случайно Совершенно случайно В Сибири, Шушенском районе Лучше в мире сорта Живут в Сибири и живут Вот Плоть до 500 граммовых Сладчайших Подчеркиваю 500 граммовых Сладчайших Так вот Или они все фактически Родина их Южная При Средиземноморье Просто когда-то Они двигались на север И дошли до Сибири Вот Например гигант Подмосковья Действительно гигант Я привез черенок из Москвы Так вот Отклонения Теперь о деле Значит Надо Все это перенести В научные сады Уже семенами Не заниматься вообще Только сверхворотники Подвоя И прививки 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 И в каждом регионе Они могут процветать После нескольких поколений Называется Насыщение Насыщение Ментора По Мичурину И наслоение Ментора По Желинову Теперь так Сейчас я чуть-чуть Отвлекся Что-то я хотел Важное сказать Сейчас 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 Про науку Про науку А что-то Что я вспоминал А вот Что Итак Значит Доскобилов Привозит Молодого Ученого Мы ходим Его слова Так как В это Трудно Поверить Кажется Он Салтая Не обязательно Ну может быть Вот И Я значит Слушал его И услышал Такое слово Клянусь Богом Это правда После окончания Обхода Он сказал Так Я не только Не видит У нас нет Таких сортов Я даже Не слышал О них Представляете Это говорит Ученый Да У нас есть Сорта Алтайской Селекции Красноярской Но они Полусъедобные Их много Не съешь Это просто Невероятно Насколько Мы их Опередили И вот Эта фраза Она Врезалась В ее память Даже Не слышал А теперь Смотрите Лучшее Российское Как может Ученый Не слышать А допустим Ну Гигант Подмосковья Может и Не слышал Понятно Почему Потому что Его Прислала Мне Мараховская А она Говорит 16 километров Ходила туда И обратно На дачу Своей мамы И вот эту Ветку И она Действительно И Мараховская Теперь Лишний раз Стоит упомянуть Она это Заслужила Своим Фактически Подвиг Пешком ходить За полтора Десят километров И Название Это оказывается Неизвестное Кто ему присвоил Это огромные Груши Такое название А Вот И получается Что Это Одна Крадость Но Допустим Бельгийский Шорт Лесная Красавица Всемирно Известный Так ведь Лада Прекрасный Шорт Известный Несколько Сортов Имеет Название Воронежская Видимо Как-то Там Укоренились Вот Что еще Сказать Людневая Я ее Получил От Ученого Из Саратова От Чернышова Валерия Петровича Царство ему Небесное Вот Что еще Какие груши Вспомнить Значит Космическая Великолепный Сорт Мраморный Это не сорт А вообще Сказка уже Представляете Какая у него Окраска Сейчас мы не о грушах Я просто вспомнил Пример Наука Догоняйте Догоняйте Там еще Десяток сортов И вот Берез Украины И так далее Еще И Это все Нужно Срочно Перестраиваться А теперь Пойдемте Я буду вас Знакомить Дальше Значит Вот это вот Заглянем сюда Привет Латинкова Помните Первая серия Заканчивалась Вот этими Словами И так Латинков Яросеет Царство небесное Недавно Ушел От нас Так Он получил Несколько Сортов Вот тут Упоминается Вот она Манитоба Это Я с экрана Фильм снял Я с экрана Фотографии делал Вот она Манитоба Тут ниже Серафим Железова Видите Написано Это не я Писал Это прям В фильме Так было Вот А вот еще Академик А еще Был Королевский Королевский Самый роскошный Был Но Фотографии Где-то в другом Месте Я к чему говорю Значит Направление Латинкова Было А он Фанатик Он Супер Садовод Это один из Если есть Пять лучших Садов В России Ученые Отдыхают Это Любительские Сады Вот Один Допустим Пяти-шести А это А может быть Один из трех Это от Латинкова И Он поставил Задачу Сохранить Их Природные Качества Ну Сказать Что удалось Сходу Сохранить Нельзя Вот А подробнее Сейчас не буду Говорить Почему Потому что Есть Фильмы Которые Я называю Вы их найдите Пожалуйста В этом же Канале Садоводства Пожелеза Вы их найдете Они называются Телемосты С Латинковым Вот Просто Какой смысл Повторяться Если это уже Все разжеванно Рассказано Татьяна Арабаджи Вот Такие Абрикосы Выросли В 2019 Году Прививала Ваши черенки Кстати Это самое легкое Раз и готово И результаты Смотрите Вот Представляете Что это было бы В научных садах Если бы они Перекратили Заниматься Нет Не ерунда Просто Тупиковые работы Искусственное Опыление Запоминайте Друзья Когда Деревья Занимаются Саитием Пчелы Это Половые органы Когда занимаются Они принимают То Что Максимально Им подходит А искусственное Опыление Кастрация Какое слово Гадкое Это Вот Презервативчики Из марли Это все Эти самые Кисточки Это все Чепуха Откажитесь Вот Арабаджи Татьяна Арабаджи Татьяна Вот Никого отношения К науке не имеет Королевский И академик Она привила На абрикос Кичигинский Ни одна Прививка Не прижилась А сам абрикос Выдал 15 плодик И грамм По 10 И в 19 Году Скончался Вот это Есть Один из таких Ну для меня Это как Кичигинский Автомобиль Запорожец Вот Но Отпилить Волчки Мужу не дала А весной Он в этом году Зацвел И выдал Шикарный абрикос От 30 До 47 Грамм Заметьте По двой По двой Дальше читаем Вкус необыкновенный Чуть-чуть с горчинкой Коточка большая Легко отделяется За лето вырос Заложил много Цветочек почек Как переживет зима Пока в тюрьме Не знаю правильно ли это Итак Внимание Значит Здесь Налицо Влияние При Во Я Который Неважно Живой Или мертвый Вот этот момент Обратите внимание Я это называю Селекция наоборот Одно мое название Второе Селекция сверху вниз То есть Облагораживание Подвоя С помощью Привоя Неважно Посредственно Он погиб Или нет Вот Вот такое чудо Получилось Естественно Они Ни на Кичигинске Не похожи Ни на привитые Эти Культурные Мои Не похожи Получилось А плюс Б Получилось С Здорово Да Видели Еще раз Вначале Все как Положено Кичигинске Самый простенький Я его называю Запорожцем Как бы Автомобиль Запорожец В Допустим Автопроме Смотрите Абрикос Выдал 10 грамм Потом Произошло Чудо Произошла Мегативная Георизация Которая не может быть Интереснейший момент Согласны? Я не ко всем Обращаюсь К своим друзьям Вот Сейчас Наверное Я знаете Что сделаю Вот здесь Вот Есть у меня Письмо Я его Перенес Вот в эту Лекцию Так Сейчас Вот это У меня будет Вебинар 158 Это пока Черновик Я сюда Перенес Письмо Арсена Арсена Ну пусть будет Арсена Дальше трудно Выговорить Здравствуйте Когда лечил Перелом на кости Лето проходило Мимо меня наткнуться на ваш видео урок Заинтересовал Осталось сказать По теме Присмотрел много ваших видеороликов Много понял Понял ошибки Привал выходит неправильно Помните мои правила Как можно ниже К основанию ветки Как можно ниже к земле Приживаемость хорошая Значит техника хорошая Через год-два Происходит засыхание привоя Но тут добавляется Биологическая несовместимость Он правильно пишет Оторжение Или уламывает ветер Понял принцип развития ветки Откуда надо брать привой Живу в Костроме Чуть севернее Москвы Климат во многом Схож с Уральским Прошу прощения Галина Александровна Я сейчас На середине Еще 15 минут Снимать фильм Можно чуть позже поговорить Ага Пока у меня ковид Я уже Столько фильмов снял Вот сегодня уже второй Прошу прощения Вот Одного интересная тема Такие люди мне пишут Ага Хорошо ладно Шестой раз Ковид Положительный Но Чувствую себя здоровым Подъем душевный Вот результат Так Итак Арсен Служил срочную Службу под Свердловском Вопрос у меня к вам Абрикосы у нас Не разводят Не слышал такого Смотрите Значит Так получилось Пусть у меня Получатся долгие Разговоры Все это ради пользы Пусть будет Три серии Восемь серий Восемнадцать Сто восемьдесят пять Серий Но Буду говорить подробно У нас все цепляется Одно за одно Итак Вы живете в Костроме Так Абрикосы у нас не разводят Не слышал такого Меня вот эти слова Зацепили Хотя Они еще Не дошли До сути Вашего вопроса Да Но я вот это выделяю А Недалеко От В общем В Костромской области Живет мой брат Юрий Железов Юрий Владимир Железов Так Я ему Выслал косточки А дальше Знаете что было Ну уже в других местах Есть Неудобно Опять Фотографию Он прислал Начиналось С косточек Абрикоса Выслал Он половину Дал соседу Половину Костик Себе У соседа Заплодоносили У него Такие глаза Потом Заплодоносили На следующий год Пусть год спустя У моего брата Так Фотографии Присылал Красота Потом Я ему не выдержал Выслал Эти пару персиков Сеянцев Персика Значит А тоже До свида До свидания Вот вам и Вот вам и не разводят Действительно Или мы начинаем В данном случае Мой брат Когда мой брат Я об этом часто говорю И еще буду говорить Не могу успокоиться Мы с ним Оскорблены страшно Вот Когда мой брат Обратился Крупнейший Этот самый Извините Кто слышал Уже Крупнейший Канал Миллион Сто тысяч Подписчиков И там учили Калечить деревья Калечить Калечить А потом Искалеченные Опрыскивали 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 И они не знали Что Он Костромской области Уже так Шесть лет назад Взял Посадил Косточки И все получилось И фотография есть И персики Заплодоносили Все получилось Они этого не знали А мы Темирязевцы Мы выпускники Мы на шикарное образование С ваших косточек Говорят Лички Это ко мне Ваше Эти самые Упверждения Что Из косточек Получится Как я назвал Эти При свободном Опылении При вашем Свободном Опылении Культурное Это ложь И мошенничество Это про меня Железово Ложь А у вас Вырастут Дички И жардели Вот я их Процитировал И вот Получается так Раз меня Зацепили Ваши слова Абрикосы У нас Не разводят Не слышал Да Единственный Или почти Единственный Случай Там Мой Брат Железов Костромской Области Плюс Его сосед Это действительно Не разводят Вот Первая ласочка Весну Не делает Но Уже вот это Обратили внимание На мои слова Значит И у вас Получится Понимаете И вот Но вы отчаянный человек Вы молодец Смотрите Вы пошли Своим путем Вот Вы пишите Я решил Попробовать Своим Способом Вот тут Надо Подчеркнуть Своим Посадил Осенью Косточки Горного Таджикского Коврюка На грядку Сразу Мое Это Сказать Как сказать Отклонение Отклонение Тема Уточнение Вы написали Горного А в горах Там может быть Такой же Снег И так же Холодно Как в моих Саянских горах Ведь я же Сад вырастил В предгоре Саянских гор Так Вот Горная река У нас Енисей С двух сторон У меня горы Вот И прям Между ними Сад Возможно И там Возможно Косточки Таджикского Рюка Очень Морозостойкие Будем надеяться Так Теперь Вы пишите Надеюсь Что весной Самые сильные Взойдут Если Сеянцы Взойдут К осени Хорошо Укоренятся Далее Переживут Нашу Зиму То уже Весной Соблюдением Ориентации По солнцу Пересажу На постоянное Место Еще Вот эти Слова Вы Хороший Получились Ученик Железов Смотрите Ориентация По солнцу Пересажу То есть Вы Уже Знаете Что Прежде чем Выкопать Допустим Вы знаете Где юг Вы наносите Меточку У земли У земли Подчеркиваю Она же Одновременно Покажет Где Находится Корневая Шейка Чтобы Закопать Точно так же Не закопать Эту метку А именно Метка Была Границей Земля Воздух Так Правильно Я вас понял И ориентация Он беззащитен Об этом Пока Я не начал Писать Вся страна Не знала Весь мир Не знал И сейчас На миллионах Саженцев Которые Растут Росли Питомниках К тому же Маловато Чтобы было папа и мама, чтобы было два родителя. Вот тогда максимально каждый принесет свое здоровье, свои качества. Не всегда самое роскошное, не всегда. Но во многих случаях совпадет мы расходимся с одного, с качеством другого. Но это уже нам не дано заранее планировать. Я почему не люблю науку? Все их планы, я такие случаи знаю, я дружом мне рассказывал, этот самый директор ГСУ. Выращивают, выращивают сотни сортов, все перепробуют, ранируют, ранируют. Остается там несколько, уже все, уже зафиксировать, уже в эту занесли в реестр, в государственный реестр, а потом раз, сорок раз, зима нет, ничего. Понимаете? Вот это и есть страшные ребята. Вы поняли теперь то, что я сказал чуть выше. И дерево, у которого созрел песик, а тычинка нет. Не получила, допустим, соития с соседним деревом, а нет у его соседнего дерева, или оно генетически не подходит, так тоже бывает. Опыляет, но не опыляется. То тогда, наконец, в конце саму тычинка дозревает на собственном дереве, и она не роскошная, что там, как у меня, 20-30 ведер, абрикос, дерево. Но все-таки немного опыляет. Лишь бы продлить рот. Вот это и есть мое учение. Теперь вы пишите. На моих будущих деревьях могут быть плоды от взаимного переполения, или я напрасно затеял? Нет, не напрасно, вы будете еще один. Я что, когда сотни прививок делал, тысячи прививок, я что, напрасно все делал? Даже неудачные результаты дали мне возможность прийти вот к этим прививокам, что двумя минутами раньше вы слышали. Это важнейший вопрос. Инцесс, самоопыление или прекрасное опыление? И генетически, когда сами деревья решают, и дают лучший результат. Они знают, это мой супруг или не мой супруг, они сами знают. А вы, говорите, напрасно затеяли. Вот так, Арсен Спартакович. Вот, вы затеяли горные эти самые, с горных абрикосов, пожалуйста, давайте, продолжайте. Вот это я специально, я потом вам специально пошлю этот фильм, как только он будет оформлен. Вот. Вот так вот, видите, куда меня занесло из-за вашего этого. Нет, вот, жил спокойно, работал. Вот эти вот самые, в чужих сродах рассказывал. Меня, а вы раз, и такое интересное письмо прислали. Спасибо вам. Так, ну что, уже через две минуты закончится, отключится сам этот самый. Отключится, отключится. И вот этот вот фильм очередной. Поэтому я предлагаю так, сейчас 27 минут прошло, какая разница 27 или 29. И вот на этом примере, спасибо вам, Арсен, я очень вам благодарен. Вы помогли раскрыть важнейшую тему. Мы с вами продолжим вот этот разговор. А он еще длинный, длинный, может, 5 на 10 серий. Уже в следующий раз, уже на следующей, это, следующей серии, которая будет называться, серия номер 3. Ой, а как же я ее назвал-то? Вот у меня осталась секунда, я сейчас скажу. Вот я сейчас письмо отправлял помощнице, которая монтирует эти фильмы. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она, Лера, так, сейчас, сейчас, сейчас. Поиск по почте, вот она, Валерия, здравствуйте. Значит, что я написал? Ага, минуточку. А я что, не успел ее отправить? Сейчас, 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 у меня еще есть минутка свободная. Отправленная. Теперь так. Вот, вот так она называется. Вот я, видите, вот эту первую серию я отправил ей и назвал. Садовые чудеса у моих друзей. Заметьте, друзья, это не ученики, Латинков не мой ученик. И учеников железов. Первая серия. Продолжение следует. Вот сейчас вы увидите вторую серию, вот. Где я немножко ушел в сторону и пытался вдохновить Арсена, который, в общем-то, идет, которого я же баламутил, и надеюсь, что он от самой идеи не откажется. И вот, если подвое из этих горных урюков, а потом что-то получится, а не получится, там еще проблема будет с биологической, взойдет или нет, урюк все-таки. И проблема с биологической совместимостью и несовместимостью. Но главное, Арсен, не опускайте руки. Мы с вами одной крови. Пока, друзья.